Аркадий, ваше слово. Ну тут уже было так или иначе сказано, что пишу я в основном или кратко или очень кратко, но начну я просто с запредельно больших вещей, конечно шучу, но в сравнении, например, с трех стишием или тем более одностишием, более-менее рифмованное стихотворение, стоящее из нескольких стров, это уже. Ну, эта история уже давно не исполнялась, называется «Медицинский случай», хотя на самом деле у него очень длинное название, почти как сама история. В зоопарке Хагенбек Робин Бобин Барабек скушал сорок человек, между прочим, а потом и говорит, у меня живот болит, где же доктор Айболит, больно очень. Добрый доктор Айболит, что под деревом сидит, всех излечит и исцелит, всем поможет. Успыл хыхал про Хагенбек, или какой-то Барабек слушал сорок человек, быть не может. На орла он сесть готов, но мадам Брежит Бардони, носящая манто из тюленей, за орла стоит горой, аж грозит прогнать свой строй, поражает прямотой население. Доктор, впрочем, не дурак, понимает он и так, что орлу под ним летать, ой, непросто. Надо срочно в самолет, и в полет, в полет, в полет, не дай бог, больной умрет, будет поздно. Вот и Гамбург под крылом, Айболит Аэродром оставляет за бортом Мерседеса. Курс берет на засад, Робин Бобина спасать. С чем вернется он назад, интересно. Наконец-то Хакенбек, Робин Бобин Барабек, съевший сорок человек, вопрошает. Что мне делать, Айболит, у меня живот болит, очи лезут из орбит, пропадают. Да, брат Робин, пропадешь, коль таким путем пойдешь, и живое все сожрешь, ты не морщись. Был такой же дурали, злой разбойник Бармалей, кушал маленьких детей, плохо кончил. Кушай репу, эстрагон, помидоры, патиссон, будешь как Лен-Делон, не хуже. А полюбишь вы-ка хрен, будешь как Софи Лорен, с физкультурой будь взамен хворек дружен. Мне мадан Брижит Бардо, ненавистница Монтоя из тюлени и котов, так сказала. Если нам друг друга есть, кто же мы такие есть, где же наша совесть честь запропала? И покинул Хакенбек, Робин Бобин Барабек, и живет как человек, так как надо. Он не ест чужую смерть, по-иному стал смотреть, он на мир, и все, заметить, очень рады. Поскольку тут немало представительниц, прекрасные половины человечества, следующие несколько стихств свои не посвящаются. О, тише, тише, милая, услышит весь квартал. Ну да, конечно, загулял, конечно, опоздал, но был ни с кем попал я, с достойными людьми. Моя нетолерантная, пойми меня, пойми, не бей меня ты скалкой, не бей сковородой, похоже дело кончится войной и миропай, похоже буду ночевать в лесу или в степи. Моя нетолерантная, стерпи меня, стерпи, ой, милая, любимая, ой, не помни букет, тебе занес единственный, других и в мыслях нет, дай подмету прихожую и вместе сядем есть. Моя нетолерантная, спасибо, что ты есть. Наверное, вечером 8 марта во многих домах вот такая картина. Отзвучали весенние тосты, за окном песнопения пурги, а стоящие в вазочках розы тихо дарят столам лепестки. И кончается телепрограмма под названием «Бабы вперед» и бабуля, или дочка, или мама мыть посуду на Куртнгер.